Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 5 апреля. Представляю вашему вниманию торговый план по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. Евро и британский фунт по-прежнему находятся в фазе коррекции по отношению доллара США, но вполне вероятно эта коррекция уже подходит к концу и вскоре после очередного снижения может состояться разворот вверх по основному тренду. А вот пара с японской иеной пока движется в рамках восходящего тренда, который еще может продлиться. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот евро сценарий на снижение так и не реализовал. Пара не смогла подняться до сопротивления на 1.1817. Для ретеста, оставшись ниже уровня 1.1788, откуда продолжилось снижение. Однако достичь целевой области не удалось. Импульс продлился до районов уровня 1.1698, но остановившись немного выше него, начала умеренно восстанавливаться, возвращаясь к уровню 1.1788, откуда снова сигнализирует о намерении вернуться к снижению. В целом уже можно заметить признаки приближения к локальному дну перед разворотом, однако можно предположить, что пара может еще раз протестировать недавние минимумы с возможным его обновлением, прежде чем окончательно развернуться в рост. И вот на актуальном графике сейчас пара подходит к промежуточному уровню 1.1735, в случае отскока от которого может состояться ретест сопротивления на 1.1788. Ключевым подтверждением на очередную волну снижения может стать последующий отскок от этого уровня, что направит котировки в район предыдущего минимума на 1.1698 с вероятным проходом до 1.1661. Отмена текущего сценария состоится при пробое и росте выше разворотного уровня на 1.1817. И вот британский фонд все же не смог развить нисходящий импульс в направлении целевой области в рамках ожидаемого сценария. Пара, начав снижаться, достигла уровня 1.3700, после чего снова начала восстанавливаться, к сегодняшнему дню практически полностью отыграв все потери. Таким образом, общий характер движения все еще остается боковым. Сигнальные уровни пока не нарушены и вероятность снижения в рамках заканчивающейся коррекции еще сохраняется. В рамках локального роста пара еще может протестировать зону между сопротивлением 1.3860 и 1.3955, после чего можно ожидать еще одну волну снижения к последним локальным минимумам. А вот собственно на актуальном графике, определяющем в данном случае станет способность цены закрепиться ниже сигнальной зоны между 1.3860 и 1.3955, на ретест которой цена сейчас и направляется. Подтверждением текущего прогноза станет последующий отбой и возврат под сопротивление на 1.3860 с формированием заходного нисходящего паттерна, который нацелится в область между 1.3670 и 1.3617. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.3955. И наконец японская иена продолжила слабеть против доллара США, достигнув очередного локального максимума в рамках развивающегося восходящего тренда в рамках ожидаемого сценария. Правда ожидаемой локальной коррекции к 109.01 не случилось, пара с момента предыдущего обзора просто продолжила рост тем самым отработав целевую область между 110.33 и 110.69, где и торгуется в настоящий момент. С учетом общей картины и длительности текущего тренда, опять же нельзя исключать вероятность развития нисходящей коррекции, особенно с учетом текущей консолидации под уровнем 110.69, который может сработать в качестве краткосрочного сопротивления, после чего рост вероятно продолжится к новым локальным максимумам. Ну и вот на актуальном графике с учетом текущего флета под уровнем 110.69 с умеренным нисходящим уклоном, вполне можно ожидать развития нисходящей коррекции, пределы которой могут лежать в районе уровня 109.95. Подтверждением на новый заход восходящего импульса может стать последующий уверенный отскок из этой зоны, что нацелит пару в область между 111.12 и 111.49. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 109.37. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.